Доступ 15.00 Клим Роскильд, 8.15, воскресенье, 19 марта Доброе утро, родная А где мама? Она еще не встала? Нет Она, наверное, осталась у бабушки и дедушки Может, позвоним ей и скажем «доброе утро»? Да Я хочу с ней поговорить Она может еще спать Привет, дедушка Привет, хорошо спала? Да Мама уже встала? Я хочу поговорить с ней Но мамы здесь нет Да, есть, папа так сказал Послушай, дай мне папу Привет, Том Привет, Берн И спасибо за вчерашний вечер Улы нет дома? Она не у вас? Нет, мы отвезли ее домой Но я думал, она осталась у вас на ночь Послушай, Берн Мы с Элис высадили ее на главной дороге Это было около двух вечера Берн? Ты еще здесь? Берн? Полиция Роскельда ищет Улу Эндлунд, которую последний раз видели в субботу ночью Они интересуются, видел ли кто-то водителя красной машины, которую видели неподалеку от дома Свяжитесь с полицией Роскельда Суббота Свяжитесь с полицией Роскельда Подразделение 1 специально для etvnet.com Гэби Привет, Эпи Шестая серия Да Минутку Это просто продавец вешает мне полки Я позвоню Джонни Окей, пока Вот и все Сделал? Мы куда-то едем Да, в Роскельд Женщина пропала шесть дней назад Местная полиция в тупике Я могу воспользоваться твоим душем? Я не спал дома Живу в грузовике Сейчас дам тебе полотенце Вот Почему ты сказала, что позвонишь мне, когда вот он я? Упс Привет, Гру Проходи Я как раз собиралась Садись Как дела дома? Ингрид не отвечает на мои звонки Сейчас я живу у мамы Тобиас живет с Ларсом Понятно Она продолжает говорить, что она убирает там Она это уже две недели говорит С тех пор С похорон папы Тобиас скучает по ней Ты поговоришь с ней, Гэби Ингрид? Привет 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 Как ты вошла? Двери были не заперты. Я сижу вот тут, перебираю бумаги Сорена. Это его дневник с нашей первой поездки в Тоскан. Он красиво пишет. Наверное, это очень личное. Ко мне сегодня утром приходил Агру. Но зачем? Я думаю, твои дети хотят вернуться домой. Да, и они вернутся. Но мне нужно совсем тут разобраться. И как у вас дела? Мы едем в Роскель. Мы? Я и Джонни. Он прячется на кухне. Привет, Джонни. Привет. Проходи сюда. Сама знаешь, как эти дела могут пойти не туда. Я подумала, может, ты захочешь, чтобы тебя держали в курсе? Не нужно. Скажи мне, если нужна будет помощь. Я просто... Книжки Сорена для университета и его одежда. Я отвезу мобильный офис в Роскель и тогда вернусь. Ну, тогда я буду продолжать. Итак, было очень мило, что вы зашли. Всем передавай привет. Да. Цветы. Есть хоть что-то, что я могу сделать для тебя? Нет. Да, не говори остальным о том, какая я сейчас. И так сложно. А если они начнут топтаться вокруг моей женской чувствительности? Я этого не выдержу. Особенно Иби. Он будет здесь постоянно тогда. Хорошо. Полицейский участок Роскельда. 9.30, суббота, 25 марта. Будь здоров. Удачи. Это Сон Дегард, шеф. Гэби, наша отчётница. Добро пожаловать. Это может казаться участком, но в действительности же это мужская школа. Как я и вижу. Могу я здесь присесть? Где Фишер? Проблемы с машиной. Милли за рулём. Давайте начнём. Свет Соренсен. Ула Эндлунд. Учительница. Исполнилась 30 в субботу. Праздновала в Садофьорде в ресторане на берегу. Гости настаивают на том, что она бы не пропала по своей собственной воле. Она счастливая и известная женщина. Жена-то на... Бьёрне. Здесь с детьми. Эмилия. И сын. Магнус. Бьёрн отвёз детей домой где-то около полуночи. Её родители отвезли её домой около двух. Они высадили её здесь, в двухстах метрах от дома. С тех пор о ней никаких признаков. Единственный позитивный аспект в том, что родители видели красную машину, припаркованную здесь, когда высаживали её. В ней быстро потушился свет. Они не увидели марку. Мы известили все медиа в понедельник. Безрезультатно. А что там с серьгой? Да. Именно. Они нашли эту серьгу здесь. Ула была в таких на вечеринке. Так что она проделала весь этот путь по пути к дому. Всё указывает на то, что мы имеем дело с преступлением, совершённым неизвестным. Теперь ты, Ипи. Спасибо. Надеемся, мы сможем вам помочь. Лакур – место преступления. Опросы Фишер? Он скоро будет. Ты снова говоришь о Риме? Мне нужно ненадолго уехать. Хелен и я говорили о небольшой поездке на Пасху. Хорошо. Она попросит няню присмотреть за детьми. Может, и мне поехать? В каком смысле? Ни в каком. Ты всегда занят. Я занят сейчас. Ингрид только что похоронила своего мужа. Стоит ли мне сейчас уезжать? Нет, но сначала это был Набеда. А до него было что-то ещё, а теперь это Роскельд. Пьерн, есть новости? Ну, если что-то, что мы... Пьерн, мы полагаем, что твоя жена не исчезла. По собственной воле. Мы говорим о преступлении. Мы рассматриваем это как убийство. Так что вам... Это прозвучит брутально, но никто не совершает преступления без каких-либо следов. Вы уехали около 12 ночи? Да. Дети очень устали, и Ула попросила меня отвезти их домой. Я согласился. Мы тогда праздновали с 7 утра. Это был такой милый день. У тебя есть видео, что ты мне обещал? Да. Бьерн снял на видео вечеринку. Мы посмотрим. Его нужно вернуть. Конечно, мы сделаем копию. Что мне сказать детям? Первое, о чем они спросили, это где мама. Это последнее, что они видели ночью. Приготовьте их к тому, что она не вернется. Да. Мы должны распланировать эти выходные. С мужчиной, у которого доживет времени, чтобы приспать со своей женой? На что ты намекаешь? Мы не спали вместе уже 7 недель. Ты что, считаешь? Да. Хорошо. Томпсон. Это я. Слушай. Я звоню потому, что мне нужен отпуск. Как насчет Америки? Что? Может, курсы ФБР? Черт возьми. Техника допроса. Мы должны тебя продвигать дальше, а? Если Милля, конечно, отпустит тебя. Мне нужно было рассмотреть и Ингрид после ее потери. Она не вернется скоро. Надеюсь. Договорились? Да. Пока. Он говорит о продвижении по службе. Не могу попросить его сейчас. Извини. Окей. Увидимся позже. Пока. 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 Классная девочка. Моя жена. Повезло тебе. Да что ты знаешь? Ты ни хрена не знаешь, так что отвали. Хорошо. Он спешит. Он помогает Ингрид с какими-то коробками. Мы видели ее. Как она? Она в порядке. Она убирает и... Она совсем не справляется. Я обещала ей не рассказывать. Хорошо. Как я могу работать без машины? Я не могу об этом не думать, так как я не за рулем. Я подожду. Машину. Завтра? В какое время? Большое спасибо. Видео. Место, где в последний раз видели жертву. 12.30, суббота, 25 марта. Она потеряла свою серьгу здесь. Никаких следов борьбы. Что на нее напали. Или что она лежала здесь. И здесь. Ее каблучки. Она остановилась здесь. Она снимает туфли. Вот здесь. Она держит их в руках. А потом... Я иду назад к красной машине на носочках. А почему я иду назад? Это кто-то, кого я знаю. Это Улла? Да. Эй! Кто этот Ромео? Учитель-эмигрант. Он был на вечеринке. На него что-то есть? Ему это нравится. Он танцует как хренов Батт Спенсер. Вот он. Его имя Морис Азули. Азулай. Французский паспорт. Родился в Марокко, вырос в Дании. Во сколько он ушел? За 15 минут до Улы. У него есть алиби? Он пошел спать. Здравствуйте. Я Лакур, убойный. Я отец Улла, Том Питерсон. Да. Спасибо, что пришли. Красная машина была припаркована вон там. Да. Мы высадили ее там. Хорошо. А почему вы не отвезли ее прямо домой? Я сам задаю себе тот же вопрос. Но она очень хотела пройтись. Хоть она и жаловалась на свои каблуки. Я был так зол на нее. И на себя, что не довез ее каких-то пару метров. Она могла договориться встретиться с человеком в красной машине? Зачем? Всякое бывает. Не могу себе даже представить. Но она же настаивала на том, чтобы выйти. Нет. Не Улла. Это немыслимо. Это все? Да, все. Пока. Эпи слушает. Это я. Привет, Лакур. Ничего не сходится. Окей. Здесь нет следов борьбы. И здесь замешано что-то интимное. Я думаю, она знала водителя. Кто-то, с кем она договорилась встретиться? Возможно, она подождала, пока родители уедут. Точно. Могла она с ним договориться о встрече? Морис? Они танцевали весь вечер. Давай проверим его. Ресторан «Сага Фёрд». 14.45, суббота, 25 марта. Она была такой счастливой? Да. Помните видео? Она танцевала весь вечер. С Марисом? Да, с Марисом. Да. Мы не присматриваемся. Понимаю. Извините. Какой он? Марис. Он... Он милый. Я не знаю, что ей сказать. Они коллеги, Марис и Ула. Да. И хорошие друзья. Хорошо. И не больше, чем друзья? Нет. Она бы никогда так не поступила. Ни за что. Ни с детьми, ни с Бёрном. Вы уверены? Вы уверены? Чья это машина? Красная. Это Скиппера. Но он никогда её здесь нет. Что у вас на уме, Бадиль? Что-то про Мариса? Он не имеет к этому никакого отношения. Он самый милый парень, кого я знаю. Но... Жена Скиппера училась с Улой, с Морисом. И Морис пользовался их машиной. Я не говорю, что он пользовался ею в субботу. У него есть ключи? Нет. У меня. Мы держим ключи на полке. Ключи были здесь, когда вы уходили в субботу? Нет. Их не было. Красный Опель Астра 1.6. Номера... Есть ручка? Да. Номер ОС 966 05. Супер. А теперь я вежливо попрошу его с нами поговорить. Это будет как нельзя кстати. Привет, Сондергард. Привет. Смотри сюда. Это Морис. Он, может быть, пользовался красной машиной в ночь субботы. Номера. Да. Эксперты могут их проверить? Кофе? Спасибо. Морис Азули помогает нам с нашей профилактической программой с молодежью. Но кто бы знал, нам нужна будет машина для реконструкции, когда она будет готова. А вы быстрые. О да, мы такие. Как дела у Ингрид? Я не знаю. Я звонил ей и писал, но она не отвечает. Может, она куда-то уехала. Минутку. Это Эпи. Привет, любимая. Нет, извини. Сегодня меня не будет дома. Суббота, 25 марта. Время 20.08. Допрос Мориса Азули. В связи с пропажей Улы Эндлунд. Присутствует Ди Фишер. Я правильно произнес фамилию? Да. Хорошо. Ну-с. Азули. Подруга Улы Бадиль сказала мне, что Ула тебе очень доверяет. Она была у тебя пару раз в гостях? Да. Часто? Два или три раз. Одна. Да, одна. Уже запрещено навещать коллегу? Нет. Если только эта коллега не пропадет бесследно. Есть подружка? Это точно не дело полиции. Хорошо. Ты покинул вечеринку на красной машине скиппера? Да. Почему ты не сказал этого раньше? Это не было важным. Мы искали красную машину. А ты не посчитал это важным? Меня там не было. Зачем ты взял машину? Чтобы навести друзей в воскресенье. Ты поехал прямо домой в субботу? Я хочу услышать ответ. Я поехал прямо домой в субботу. Реконструкция полиции. 20.50. Суббота, 25 марта. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Гэби Андреасен. Элис и Том Питерсон. Здравствуйте. Я знаю, это не очень приятно, но мы должны это сделать. Гэби поедет с вами и будет сидеть там, где сидела Улла. Вы садите ее на том же месте. Справитесь? Конечно. Я буду сидеть в другой машине. Смотрите, узнаете ли вы ее. Вот там, на другой стороне. Вы с Уллой покидали вечеринку? Что? Согласно Бодиль, вы уходили на полчаса. Нам нужен был свежий воздух. Вы были пьяны? Нет. Немного. Вы танцевали всю ночь, а потом вышли на свежий воздух. Я ошибусь, предположив, что ты хотел ее поцеловать. Было совсем не так. Вы близко танцевали, она была счастливой, толкала тебя. Вы запланировали свидание? Нет. Меня там не было. Возможно, без ее ведома. Ты сидел в машине и настраивал себя? Нет. Нет. Выключил свои фары, когда показались ее родители. Ты смотрел, как она идет домой. Ты позвал ее. Она села в машину, но у нее замерзли ноги. Она замужем и с детьми. И ты подумал, а какого черта? Она всю ночь меня заводила, а сейчас вздумала разыгрывать целомудренность. Все случается быстро. Это не твоя вина. Это не та машина. Когда она вышла из нее, я повернулась и посмотрела на нее. Но я не видела, чтобы она ждала машину. А теперь могла. Я увидела Гэбби над крышей машины. Там была гораздо большая машина. У тебя бывает много кисок, да? Пожалуйста, прекратите. Ты сначала трахнул ее или... Стоп. Ты трахнул уже всех остальных, а теперь захотел и ее. Но она не хотела. Все это тебе не нравится, и ты начинаешь злиться, да? Я вообще был с парнем в ту ночь. Я гей. Черт тебя возьми. Доволен? Машина не та. Ну вот, все и решилось. Сейчас 21.45, допрос закончен. Мы закончили, можете идти. Извините за причиненные неудобства. Вы сидите здесь, унижаете меня, а потом вот так просто говорите и извините? Это моя работа. Ты был с ним жесток. Я знаю. Но он меня провоцировал. Это потому что он гей? Что? Ты гомофоб. Неправда. Ты это подавляешь, не подозревая об этом. Ну вот, допустим, мне не нравятся еврейские кумики. Так я что, теперь антисемит? Я здесь отдал на 100 крон меньше за кроссовки. Зачем они тебе? Чтобы бегать. Ты не умеешь бегать. Привет. Я не вовремя. Я был у Ингрид. Она в плохом состоянии. Ты видел, Ингрид? Я еще хуже, чем утром. Ты и утром ее видела? Извини, Иппи. Ей просто ужасно. Мне нельзя было говорить. Я спрашивал каждый день, а ты мне ничего не говорила. Что с ней не так? Я помогал ей и... Пришел один из ваших коллег. Матсен. Он расследует аварию с Сореном. Да. Я поеду к ней. Фишер, не хочешь увидеться с Милли? Слишком поздно уже. Уверен? Вполне уверен. Почему бы тебе не поехать с ним? Потому что уже поздно. Типичный Ульф. Он дает тебе уйти, но нам ведь никто замену не дал. Так что четверо делают работу пятерых. Ты милый, Ипи. Ну уж слишком очевидный. Они сняли на видео ту вечеринку. Типичная датская женщина с друзьями и семьей. Мать двоих детей. Я оставляю ее здесь. Может, захочешь посмотреть. А что с Матсеном? Чего он хотел? Они нашли парня, который сбил Сорена. Сначала он признался. Но потом отказался от своих показаний. Его завтра выпустят. За неимением доказательств. Как я смогу сказать Тобиусу, что виновный разгуливает? Нет. Вот. Спасибо. Ему будет трудно это понять. Привет, я дома. Эй! Кирсен! Я думала, ты останешься в Роскальде. Мне нужно было повидать Ингрид. Как она? Очень плохо. Конечно. Не снимай обувь. Пойди и купи мне сигарет. Я думал, ты бросила. Я снова начала. Немножко. Пожалуйста. Окей. Только зайду в туалет. Да. Ипи вернулся. Ты кого-то ждёшь? Нет. Там на кухне поднос с вином. Я надеялась, что увижу тебя. Кто он? Ульф. Я так и думал. Это не то, что ты подумал. Неужели? Ему очень нужно поговорить. Он одинок. Он одинок. И боится своей пенсии. Пожалуйста. Я так рада, что ты вернулся, так что я отшила его. Ты отменила Ульфа? Да, когда ты выходил. Звони ему обратно. Скажи, что берег свободен. Я сниму номер в отеле. Полицейский участок Тарбни. 8.50. Воскресенье, 26 марта. Привет, Матсон. А ты разве не в Роскильде? Официально, да. Где водитель? Во дворе. Я бы хотел поговорить с ним. В то время, пока тебя здесь нет? В яблочко. Что такое? Мне разрешили побыть здесь сейчас. Я знал парня, которого ты сбил. А, нет, нет. Я ничего не знаю, никого не знаю. Очень плохо для тебя, что он был женат на женщине, которую я очень ценю. Но я не могу заботиться меньше и о тебе. Как будто я забочусь. Эти новые стволы у нас немного странные. У них нет обычного предохранителя. Даже щелчка или какого-то сопротивления. Только тихий переход. Смотри, я зарядил. А следующим шагом... Упс. И ты размазан по стене. Ты сумасшедший. Я скажу, что это была самозащита. Ты схватил меня, схватил за ствол, и он разрядился. Очень жаль. Но они мне поверят. Есть что сказать? Это был я. Я не хотел его сбивать, но он просто стоял там и... Если ты снова наглупишь, помни, я буду там. И я ни за что тебя не забуду. Потому что я работаю с той женщиной. Каждый день мне приходится смотреть на неё и видеть, какая она несчастная. Ты меня понял? Да. Матсен! Это был я. Но я не специально. Что это был зачокнутый старик? Кто? Сондергард, ты не можешь так со мной. Я же сказал, машину. Она хоть инспекцию пройдёт? Она повидала и лучшие времена. Да, до войны. Это аварийный крюк. А теперь ты называешь меня аварийным? Как ваши успехи? Я проверила все красные машины. Видели красный джип? В воскресенье утром в три. Здесь. За три километра. С голландскими номерами. И ездил везде. А водитель? Двое. Мужчина и молодая женщина. Это могла быть Ула. Это возможно. У этой полиции явно проблемы с машинами. Где это? Когда её в последний раз видели? Вчера, на юге города. Чудесно. Что? Компостолит. Хилланд. Компостолит. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Привет! Как дела? Минутку, любимая. Я не слышу. У меня есть идея. Хорошо. Ты все еще хочешь путешествовать? Конечно. Мы с Виктором могли бы поехать с тобой в Нью-Йорк. Мы можем остаться с Хелен. Вот так? Послушай, любимая, я перезвоню тебе позже. Папочка. Пожалуйста, откройте дверь. Это полиция. Эй! 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 Спасибо. Чем занимаются местные? Фишер преследовал пару на красном джипе. А девушка? Точно не Улла. Ингрид. Привет. Рад тебя видеть. Добро пожаловать обратно. Ты оставил это. Как хорошо, что ты принесла. Я посмотрела это туда и назад пять раз. Это очень похоже на любое другое видео с вечеринки. Но это и намного больше. Похоже, что камеру передавали из рук в руки. Когда муж Бьерн не в кадре, и он снимает... На что он смотрит? Бьерн снял 14 минут того, как его жена танцевала с другим мужчиной. А это портрет очень ревнивого мужа. Достаточно ревнив, чтобы убить ее. Улла могла добраться домой вполне нормальной той ночью. А Бьерн мог ждать ее. Так ты говоришь, что она шла домой в одних чулках? Она сняла свою обувь. Она ведь протанцевала всю ночь и хотела принять теплую ванну. Черт возьми. О, ну да. Мне ведь нужно сначала их разносить. Есть новости от Уллы? Нет, боюсь, что нет. Что теперь? Я бы хотела представиться. Ингридаль. Я была в отъезде, но теперь я руковожу операцией. Вчера это был кто-то другой. Надеюсь, вы сами за этим следите. Милый тут участок. Это вы все построили? Да. Вместе с Уллой. Я могу тут осмотреться? Да, вперед. У меня есть несколько вопросов. Да. Со времен моего отчета я уже отвечал на много вопросов от разных офицеров. Это по поводу вашего отчета. Вы думали, что Улла была у вашей свекрови, но узнали, что ее привезли поздно ночью. Да. Тогда вы позвонили в полицию? Да. В этом-то и проблема. Почему? Она ведь не вернулась домой. Но если бы это была я, я бы боялась, что что-то могло случиться по пути. Что она могла упасть и лежать там. Я вышел посмотреть позже. Соль для ванны. Она идет сюда. Стул стоит вот так. Да, вот так. Он мог войти так, чтобы она не заметила. Она танцевала с Морисом. Вы звонили ему? Нет. Вы не подумали, что она могла быть у него? С ним? Она не такая. Как и мой муж. Ну, если бы он исчез после того, как протанцевал всю ночь с женщиной, я бы сперва ей позвонила, а не в полицию. Но вы этого не сделали? Нет. Потому что вы знали, где она. На что вы намекаете? Что я замешан? А я разве намекала? Мне кажется, я сказала все прямо. Вы из полиции? Да. А что вы делаете? Нашли, что искали. Если у вас больше нет вопросов, я бы хотел присмотреть за детьми. Ваша коллега вас ждет. Да. Идем, родная. Посмотрим, что Магнус делает. Я думаю, ты права. Я была слишком грубо. Это было глупо. Хорошо. Так или иначе, а я думаю, что ты права. После очень хорошей работы полиции они нашли красный джип. Водитель голландец-фотограф с женщиной-моделью. Они сказали мне, что говорили с Улой. Они снимают фото и продают гашек. Они не совсем чисты и в субботу заблудились. Они видели Улу, и она им помогла. Угадайте, что еще. Что? Они видели, как Ула шла к дому и вошла в него. Замечательно. 38-11. Чей это номер? Ее подруге Бодиль. Его номера здесь нет. Ну что, повезло? У нас есть его мобильные звонки с воскресенья до обеда. Во время уборки. Он сделал много звонков друзьям и родственникам. Наверное, чтобы проверить, где Ула. Но он не звонил домой. Ни разу. Почему не позвонить домой и не проверить, там ли Ула? Потому что он знал, что ее там нет. Неплохо. Окей. Мой следующий вопрос. Вы знаете местность? Непосредственно. Где бы вы скинули тело? Вот здесь. Ваши дети спят, и у вас максимум с полчаса. Спасибо. В запроде. Они нашли тело. Это может быть она. Женщина в пластиковом мешке. Да. Он мог бы это сделать за полчаса. Ваши дети спят. Продолжение следует... Это Ула, задушена своим чулком. Берём его. Как же мне везёт с этим делом. Сначала этот Азули, потом я нахожу Форд Эскорт вместо машины, а теперь я ищу и пассажир. Ты как? Его машины нет. Я боюсь, что-то не так с моим зятем. Я говорил с ним полчаса назад. Он говорил что-то невнятное, говорил, что вы приедете сюда. Том. Мы договорились, что я присмотрю за детьми, но и они пропали. Я обыскал весь дом. Том. Мы нашли Улу. Да. Она мертва. Да. Это информация. Я ожидал её. Так, вот о чём вы с ним говорили. Неудивительно, что он растерялся. Он не знает. Тогда почему вы приехали? Вы думаете, что это он сделал? У него дети. Куда они могли уехать? Особое место. Вот, поделись с Магнусом. Я люблю красные жвачки. Вот. Дай две. Что ты делаешь, папа? П-12, П-12. Нам нужно подкрепление в лес бусероп. Встречаемся на улице Блесбоке и... Бусероп. Что мы делаем? Пап! Папа, послушай меня. Мы просто посидим здесь. Папа, чего мы ждём? Папа, чего мы ждём?! Папа, чего мы ждём?! Папа! Вот он. Стой. Открой. Открывай. Оставайся внутри. Идите к дедушке. Иди сюда. Извини, Том. Иди, мальчик. То, как она велась вокруг его шеи... Она была с ним. Я был уверен, что она была с ним. Так... Когда она, наконец, пришла домой... Она сняла свои чулки. Она... Она думала, что я такой идиот. Она стояла ко мне спиной. Я взял ее чулки и... Мешок был в гараже. Привет. Ты можешь меня подвесить? Нет, не смогу. Я еду в Коге. Понятно. Я думала, ты живешь дальше. Я пообещал Мэтте, что помогу ей со счетами. Она не едет в Англии? Нет, она поняла, что ей это не нужно. Я не видел мальчика в целую неделю. Но я мог бы немного тебя подвезти. Нет, придумаю что-то другое. Я могу заехать позже. Зачем? Проверить полки. Привет. 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 Мы вернулись домой, и это не обсуждается. Значит, мне не нужно больше готовить? А ты когда-то готовила? Привет, мам. Тубес. Привет, любимый. Как же это хорошо, что вы снова тут. Хорошо, что ты вернулась на работу. Да. Я бы не отказалась от нормальной работы в любом старом и скучном полицейском участке. Бросить убойных. И всегда быть дома. Так мы сможем быть вместе. Ты слишком крута для этого. Ты самая крутая мама в мире. Да. Бёрн Эндлунд позже отказался от своего признания. Он был обвинён в убийстве своей жены и покушении на убийство своих детей. Из-за отсутствия вещественных доказательств суд присяжных оправдал его в убийстве своей жены. Но он получил пятилетний условный срок за покушение на убийство своих детей. На русский язык сериал озвучен Байбако ТВ специально для etvnet.com. Перевод Вадим Литвиненко озвучивали Юлия Катурбаш, Татьяна Абалевич, Олег Сомельник и Александр Фурман. Монтаж и сведение звука Vital Digital. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин